Сейчас в районе Донецкого аэропорта немного спокойнее, чем день назад. Во время контрбатарейной дуэли украинские минометчики удачно попали в склад боеприпасов-боевиков. Это произошло примерно в 18.00. Взрывы раздавались довольно долго. Кроме этого удалось подавить несколько огневых точек противника. Очень сильно долбанули, да. Он находился в двух километрах от Песок. Полчаса потом он салюты давал. Потом они активизировались, начали нас тревожить именно от 100 секторов. Мы, получается, понесли потери в живой силе. Это зафиксировано. Три единицы. Это уже мы срапили. Потом еще три огневые точки были подавлены. Кроме этого террористы попытались атаковать украинские позиции в Песках, в районе так называемой Республики Мост. Бойцы 93-й бригады и добровольцы отбили атаку. После этого террористы вели себя потише. Простреливали потихоньку. Ну а так именно что-то. Жестко вот так. Жестко, то нам не было такого сильного. Так, стреляем потихонечку. В полдень наши бойцы отвечали на огонь противника из ствольной артиллерии, градов и минометов. Вблизи терминала аэропорта украинские корректировщики вновь заметили штурмовые отряды боевиков. А в окрестностях Донецка скопление бронетехники. Поступила информация, что собрались в зеленые сети, что хотят штурмовать аэропорт. Само на терминале. Закручиваем, закручиваем. Стоп. Нормально. Есть. Угол ствола. Волонтеры вместе с едой и теплыми вещами передают бойцам детские рисунки и письма. Мы стали свидетелями, как военные 17-я танковая бригада развешивают их на стенах своего дома в поселке Тоненькое, который ежедневно обстреливают террористы. Мы будем молчать, молиться за тебя и каждого из вас. Я верю, что добро переможет зло. Слава Украине! Героям слава! Донецкий аэропорт по-прежнему контролируется украинской армией. На этом все.